Картина «Будем жить» – реальная история тех, кто во время войны были детьми и оказались в фашистских концентрационных лагерях вместе со взрослыми. В нашей картине принимают участие узники, которые являются жителями города Мутищ. Поэтому мы хотим, чтобы молодое подрастающее поколение знало этих людей. А узнать есть что. Создатели фильма говорят взрослые военнопленные долгое время приравнивались к предателям Родины. А о детях, узниках фабрик смерти до 1988 года вообще умалчивали. Статистика пугает. Выживал только каждый десятый ребенок. В СССР этот памятник не очень было принято отмечать, потому что многие считали, что узники политических лагерей вроде попали в плен и сдались врагу. Поэтому было мнение, что это некорректно и неправильно. Я считаю, что это очень правильно, потому что люди выстрадали это. Праздник нужно отмечать. Валентина Лашина – герой фильма «Будем жить» и бывшая узница лагеря в поселке Урицкий Брянской области. Изначально он предназначался для пленных военнослужащих Красной армии. С марта 42-го туда стали сгонять мирных жителей из прилегающих деревень. Валентине Лашиной было пять. В Урицкий попала вместе с дедом. Рассказывает, как у них периодически брали кровь для солдат вермахта и каким страшным был голод. Раз в день какую-то баланду, в какой-то кружке плавает шелуха от картошки или от свеклы. Вот этим кормить не кормили, потому что за два месяца я распухла и меня невозможно было узнать. Больше десяти историй, десяти судеб. Герои картины в интервью ведут правдивую летопись тех дней. Рассказы перемежаются кадрами хроники из Красногорского архива кинофотодокументов. Самое сложное на съемках фильма, говорит Ольга Антропова, у которой в дипломе значится режиссер игрового кино, выдержать именно эту правдивость событий. Хроника – это летопись. И если человек умирает, он умирает по-настоящему. И то, что мы видим, это происходит в то время, здесь и сейчас. И меня шокировала рассказы наших героев, которые говорили о том, что не было ни еды, ни лекарств. Не собирался никто о них заботиться. По словам создателей фильма, в годы войны пострадали пять миллионов детей. Более двух миллионов не вернулись. Сегодня на зрительских местах в зале Мытищинского дворца молодежи их ровесники. Это страшная летопись, говорят организаторы, но современные дети должны ее знать. Жанна Лавянникова, Денис Петров, информационная программа «День».